и снова всех приветствую на своем канале сегодня я расскажу еще об одной части экзамена немецкого языка для сдачи на уровень b1 это лезен это не самая сложная часть экзамена но самая коварная почему она есть коварная потому что у вас есть время есть доступ к информации то есть если вы прочитали текст вы можете еще два три раза снова прочитать в случае например с хернзом вы один раз услышали и должны дать ответом в случае с шпрехином вам задают вопрос у вас нет времени вы должны дать ответ также в части лезен вы сами распределяете свое время ну и вам кажется что вот вы спокойно сидите и можете все порешать в чем же заключается коварность я расскажу немножко позже из чего состоит экзамен именно часть лезен лезен начинается сначала с простых фраз то есть дается одно два предложения и три варианта ответа вам нужно понять эти предложения и выбрать нужный ответ здесь задание построено больше на понимание текста коварность этой части может заключаться в том что студент может прозевать частичку отрицания например кайн что-то идет 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 все хорошо потом кайн и вы прочитали не заметили отрицание и выбирать ответ а он оказывается неправильно здесь в принципе все просто это не сложно дальше идет такая часть как таблица с комнатами таблица с этажами и под эту таблицу вам нужно сделать около десяти вопросов как выглядит эта таблица представьте что вы приходите в большой супермаркет какой-то там строительный или продуктовый и при входе висит таблица этаж это доска где написано название дела и вкратце что вы можете в каждом отделе купить точно такое же делается в экзамене также может быть таблица вы приходите в каков в какое-то административное здание висит таблица этажи 1 2 3 4 5 этаж и вкратце написано что на этих этажах есть здесь можно сделать регистрацию новоприбывшим здесь можно подать на развод то здесь можно узнать там социальные вопросы и так она разбита в ответах будет три пункта пункт а это например стоит вопрос вы пришли мазин стоит вопрос вы хотите что-то купить например вы хотите купить детскую кровать первый вариант ответа а комната номер там 213 или этаж там номер два пусть будет этаж этаж номер два потом б это этаж номер три и c это другое даже в чем подвох вы начинаете просматривать эту таблицу и попадаете например отдел по продаже мебели там вы естественно сразу крестик ставите все вопрос ответил пошел дальше но может быть еще отдел который продает все для детей в том числе и для спальных мебель для спальных комнат то есть вы не дочитали увидели слово мебель отметили ответ неправильный нужно ставить именно то что для детей и для детских комнат также может быть например вопрос вы хотите купить бумагу для принтера начинайте читать видите слово принтер отдел электроники отмечаете ответ что да я здесь могу купить и снова получаете неправильный ответ нужно было дочитать и увидеть все для офиса все для бюро в том числе и расходники бумага попадает в расходники такое нам нужно выбрать ответ может быть например вы покупаете доски для строительства идете 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 находите отдел все для строительства а в скобочках электро инструмент скобочка закрылась вы увидели все для строительства отмечайте крестик получаете снова неправильный ответ потому что там продаются только электро инструмент ответа например для досок нет вы ставите андер и цима или андер и этажа другая комната или другой этаж что я могу посоветовать поищите в интернете именно вот эти таблицы найдите модель тесты неважно за какой год это может быть и за 2006 год и там за 2022 и 2021 что нужно выучить или с чем надо разобраться в части лизан вы найдете эти таблицы если магазины это могут быть названия отделов разберетесь где какой отдел какой отдел за что отвечает если вы например приходите в административное здание там немножко сложнее слова нужно разобраться с названием где вы делаете регистрацию где вы можете узнать информацию где юрист сидит где начальник департамента сидит с годами часть лизан она не меняется я находил лизаны и за 22 год и за более ранее да там меняется некоторая вариативность вопросов но вот эти таблицы они практически не меняются в германии вот название этих отделов оно как было 10 лет назад так оно и остается то есть найдите любой год найдите часть лизан модель теста модель тесты и подтяните это можно реально сделать тем самым вы немножко прокачайте лизан тем более на таблицу приходится ну что-то около там семи десяти вопросов это достаточно там большой объем работы вы выполняете следующая часть лизана это объявление у вас будет страничка и нарезка объявлений прямо вот так вот так объявление с форума объявление из газеты объявление ничего там откуда-то в чем есть подвох этих объявлений сразу перейду к примерам вы поймете у вас стоит вопрос вы ищете квартиру для своих родителей которые хотят приехать к вам поближе вы ищете квартиру с хорошей ценой но также ваших родителей болят колени и им сложно передвигаться вы просматриваете предоставленные объявления там прямо микс там и квартиры и все другое находите объявление сдам квартиру в центре города возле дома есть аптека есть магазин квартира холодная оплата стоит 400 евро квартира расположена на втором этаже здесь срабатывает такое вот чувство для родителей надо все лучше а тут еще аптека есть а тут еще и магазин написали и все напротив дома вроде бы как звучит привлекательно но может быть среди этих объявлений и другое объявление например квартира расположена в тихом месте я собираюсь уезжать на учебу на длительное время бла-бла-бла потому что я нашел там курсы такой идет как бы информация не касающаяся как бы квартиры потом например стоит горячая плата 450 евро четвертый этаж однокомнатная квартира и в скобочках там приписано в доме есть лифт и лифт функционирует вот это объявление будет правильным почему потому что у родителей болят колени и в доме есть лифт также когда студент читает и видит цифры они цифра там евро стоит в первом объявлении вы увидели цифру 400 евро во втором вы увидели цифру 450 и не вчитываясь у вас складывается впечатление что первое объявление дает более дешевую цену съема но но если внимательно прочитать там холодная плата то есть не включается коммунальные услуги а там горячая плата то есть все включено и если кто снимал квартиру или будет снимать то 50 евро например для горячей оплаты это очень как бы выгодное предложение соответственно второе объявление является правильным вы все дочитали прочитали проанализировали ставите крестик и получаете плюс один балл правильный ответ дальше может быть например объявление вы хотите выгодно открыть счет в банке и ищите информацию и вам попадается одно объявление мы предлагаем открыть счет в нашем банке там бла 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 открытие бесплатно в месяц вы платите всего лишь пускай там будет там 7 евро за обслуживание счета там постоянным клиентам скидки ну и так дальше рядышком же есть объявление что мы предлагаем открыть счет в банке открытие открытие счета стоит 15 евро но в месяц вы платите всего лишь там 5 евро вот и вы начинаете вот эти два объявления сравнивать включается математика то есть где более выгодно открыть счет в банке но есть еще третье объявление которое начинается наша фирма давно работает на рынке финансовых услуг там еще там чего-то там много всего и наша фирма предоставляет информацию об экономике и всех предложениях банков нашей земли это объявление будет правильным поскольку вы приходите в одно место и получаете информацию о всех банках и что какие продукты банковские они вам предлагают в первых двух случаях это объявление вы увидели для двух банков плюс еще начали вот эту математику делать которая не надо а подвох оказался именно вот нужно найти третье объявление в котором будет правильный ответ и плюс еще один балл к вашему будущему банк также вот хочу обратить внимание когда вы посещаете интеграционные курсы делаете вот такие задания книги вас учат думать так как немцы поступать так как немцы то есть они не будут бегать по всем подряд банков мы собираем такие бюллетни там сравнивать их они идут в какое-то агентство которое занимается конкретно банковской деятельностью сферой и получают информацию и на финал в части лезен у вас будет несколько длинных текстов с двумя или тремя вопросами по моему два вопроса где здесь будет подвох тоже делаю пример и объясню например вам попадается объявление правила для жильцов нашего дома в случае с такими объявлениями да и в принципе вот со всем лезоном я рекомендую сначала читать вопрос потом обращаться к тексту то есть вы уже понимаете что вы будете искать в тексте и вам не нужно будет удерживать вот этот огромный объем информации в голове а потом из него выбирать итак вы прочитали вопросы и у вас вопрос звучит например сколько раз в месяц вывозится биомюль органика и второй вопрос давайте так сразу назову его запрещено ли жарить шашлык грилен запрещено лежит жильцам грилен вот вы пробегаете текст видите что первый раздел там касается вывоза мусора второй там раздел касается соблюдение тишины то есть как бы он вам вообще не нужен третий раздел касается именно грилен и что-то там еще проскочило начинаем читать вывоз мусора у вас будет написано например в нашем доме биомюль вывозится два раза в месяц там точка папир вывозится один раз в месяц потом еще там что-то 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 и студент например читает раз выхватил предложение вот оно началось здесь оно закончилось биомюль вывозится два раза в месяц как бы полное предложение и он сразу раз крестик и пошел дальше читать грилен но если дочитать этот параграф первый раздел правил там может быть написано но в связи с тем что пришло лето органика быстро портится бла 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 мы будем вывозить зеленые контейнеры три раза в месяц зеленый контейнер в германии это биомюль все если вы не дочитали до конца то прозевали и прозевали свой балл грилен вы начинаете читать текст и вам попадается фраза грилить на балконах строго запрещено фарботен все . там и дальше там еще там наши люди все-таки любят с друг другом общаться еще там бла 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 и будет там приписочка но в нашем саду имеются специальные места где вы можете приготовить пищу и развести например мангал погрелить мясо опять же если вы среагировали на предложение что нельзя грилить на балконах но не дочитали то оказывается можно но только в саду вопрос может звучать что вообще строго запрещено ни при каких условиях вот поэтому лезен в принципе не сложный нужно внимательно все прочитывать в простых предложив в первой части в простой обращать внимание на частички отрицания там нихт и прочее в объявлениях ищем нюансы то есть может сложиться впечатление что объявление вам идеально подходит но есть какая-то приписочка у родителей болят колени мы хотим в накрытом помещении там праздновать мы хотим дома праздновать и не хотим кушать готовить в объявлении там приписочка доставка на дом хотя объявление визуально как бы не подходит вам вот в длинных текстах если у вас сложилось впечатление что прямо вы легко нашли ответ обязательно прочитайте до конца поскольку может быть уточняющая информация которая вам поломает ответ ну или наоборот подскажет как правильно вам сделать также хочу напомнить что часть лезена на экзамене она сопряжена с частью херен то есть баллы которые вы набрали в лезен они плюсуются с баллами херен и по этим двум частям вы получаете b1 от свай или там унтер от свай вот если вы например ощущаете что херен вы делаете плохо постарайтесь лезен сделать получше или наоборот и вы уверены себя чувствуете в части херен лезен ну так себе каким не хватает словарного запаса делайте больше правильных ответов херен и херен вам немножко скомпенсирует ошибки которые вы получите в лезен также последний совет это регулярно посещайте свои интеграционные курсы или курсы куда вы записались поскольку перед экзаменом где-то вот за пару месяцев преподаватель вас начнет тренировать будет давать эти модели вы будете прорабатывать потом вы в классе будете разбирать свои ошибки где допустили именно вот эти нюансы будете выискивать ну и как говорится меньше будет всяких там ах зоу почему я это не увидел и вы потренируетесь чувствовать рамки времени на каждую часть есть время определенное вы не будете спешить там где это не надо делать но и не будет такой ситуации когда вы как шерлок холмс там трубку забили кофе заварили сидите там не спеша читаете 18 раз этот текст и хотите там его идеально сделать а время уже поджимает потом вы это понимаете начинаете гнать остальные вопросы где допускаются ошибки поэтому посещайте курсы разбирайте смотрите различные youtube каналы где есть модель теста в своем видеопад для херенс я оставлял ссылочку можете пройти на тот youtube канал глянуть и возможно там тоже есть лизан лизан я честно я не помню где тренировал какие примеры брал поэтому к сожалению дополнительную информацию в описании оставить не могу готовьтесь к экзамену все у вас будет хорошо бодритесь приходите на экзамен с хорошим настроением с настроем сдать меньше сделать ошибок и у вас все получится так